А у вас были какие-нибудь неудачные случаи? Ну, неудачных не бывает случаев, если мы этого не заслуживаем. И расскажите, а мы какой-то договор с вами заключаем? Ну, насчёт договора, так сказать, вот, вы крещённая девочка? Да, конечно. Крещённая. Вот у нас один там, так сказать, судья на небе, да? И договор, как бы, обычно с ним. Могу только посочувствовать. Спасибо, что вы согласились прийти. У меня много вопросов, но, например, один из них. Вот вы пять лет молчали об этом. Я понимаю, вы только сейчас согласились об этом, это озвучить. Почему? Ну, а как бы я это озвучила раньше? То есть я бы пришла в милицию, сказала, кто бы мне поверил в ответ. А во-вторых, у меня, ну, я не знаю, это не вошло в сюжет, но у меня была милиция в квартире, и мы отказались от их услуг. То есть мы сказали, что мы претензий не имеем. То есть это происходит по обоюдному согласию, поэтому тут виновных как бы нет. Я хотела бы вот дать слово врачу-анестезиологу, старую детскую больницу Алексееву и Ольге Рудольфовне. Ну, я непосредственно занималась этим ребёнком, да. Что хочу сказать, отметить. Значит, мама находилась в больнице на гинекологическом отделении с эндометритом. Длительное время, она вот не сказала. И поступила по уходу за ребёнком уже тогда, когда ребёнок был переведён из палаты реанимации. Вот. И не видела всех тех, которые были в самом начале с ребёнком. Вот. И состояние её было достаточно негативное. Такое впечатление у нас создавалось, что мама просто прошла хорошее нейролингвистическое программирование. Вот такую вот психологическую такую агрессию. А можно мне сказать по поводу, я не была неадекватна. Просто, ну, отношения персонала к домашним родам, сами понимаете, какие. И мне всё время говорилось, там а дура, и вообще, как вы на такое решились. И только из-за этого, может быть, у нас не было контакта. А дети ещё есть у вас? Да. Были потом роды, после девочки? А вы рожали дома? В роддоме. В роддоме. И куда мы дома рожали? А можно я вопрос тоже задам? Как же я могу? Да, конечно. А вот скажите, пожалуйста, вот вы действительно, если готовились, да, наверное, к родам, знали о процессе родов? Я хотела вам сказать, что о процессе родов я знала очень много. Но я ничего не знала об осложнениях. Вот это самое главное, к чему не готовят домашние акушеры. И то, что они ведут постоянно мамочку, там, всё-всё-всё знают, и, как вы говорите, там, вплоть до пятого покаяния, ерунда. На самом деле, ерунда. Нет, меня больше всего поразило, что вот сейчас, вот я услышу, извините, я вас перебью, что эта женщина после всего, что с вами случилось, она продолжает, я так понимаю, работать. Да, и фамилию Мартынова. Я хочу об этом сказать. Её зовут Ирина Мартынова. А вот рядом с вами сидит Оля Васильева. Я тоже пострадавшая от домашних родов, но я рожала с центром Колыбелька. Я рожала с Ермаковыми, они 14 лет принимают роды. То есть у них идёт реклама во всех СМИ, по телевидению, у них создан сайт, очень много хороших отзывов. Я на это повелась, то есть пошла туда рожать. Ребёнок пошёл тазом, да. Ермакова об этом мне ничего не сказала. Она мне всю беременность утверждала, что ребёнок лежит правильно. Ребёнок родился мёртвым. Вот, они всё бросили, уехали, то есть обработали нас полностью, чтобы мы тоже не говорили милиции никому, они сказали, нас не надо вмешивать. Что она вам посоветовала сделать после, когда у вас родился ребёнок мёртвым? Сказать, что я была одна, что это со мной случилось, что вот у меня начались скоростные роды, я родила одна, и вот ребёнок родился мёртвым. Ещё знаете, что советую? Давайте, говорит, его прикопаем в саду. Да, да. То, что она мне посоветовала... Да, да. Я правильно говорю. Он сказал, что вы нас так смотрят, не хотите с милицией связываться? Давайте мы сейчас заберём ребёнка и закопаем. И сказал, что у нас так делают пары. У ребёнка оказалось, что у него перелом шеи и черепно-мозговая травма. Если бы я покалечила бы своего ребёнка, да, то меня бы посадили по полной и дали бы мне там... Сейчас у нас уголовное дело заведено, то есть я нашла пострадавших. По делу сейчас около восьми человек фигурируют. Я нашла около двадцати. Ермакова сейчас находится под следствием. И в это время она ведёт свои курсы и принимает роды. У нас есть возможность выслушать интервью прокурора, который может рассказать о ходе расследования, что сейчас происходит прокурору Петроградского района Петербурга, Дмитрия Юрьевича Смирнова. Вот что он сказал нашему корреспонденту. Давайте посмотрим. Было принято решение возбуждения уголовного дела в отношении руководителя этого центра, это супруги Ермакова, по статье части 1, статье 235 Уголовного кодекса Российской Федерации. Занятие частной медицинской практикой, лицом, не имеющим лицензии, на избранный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности, причинение вреда здоровью, или вторая часть, причинение смерти человеку. В ближайшее время будет предъявлено обвинение, и мы планируем направить это дело в суд, где оно будет уже рассмотрено по существу. Если в результате судом они будут признаны виновными, по первой части у нас самое суровое наказание, это лишение свободы на срок до трех лет, а вторая часть, у нас уже во всяком случае есть основания к тому, что деяния будут переквалифицированы и на вторую часть, то, соответственно, у нас получается до пяти лет лишения свободы. Борис Николаевич, у меня вот к вам вопрос. Ну хорошо, если уже рожали, рожают, будут рожать, может действительно как-то это в русло изменить, это перевести в русло, лицензировать, действительно готовить таких акушерок для домашних. Вы знаете, вы предлагаете завтра выдать лицензии на право и на лево, мы получим вот то, что мы уже получили. Нет, не на право и не на лево. Секундочку. В западной практике это все же резон, тут ничего придумывать не надо. Мы выступаем за то, чтобы лицензировать такую акушерскую деятельность, именно для того, чтобы акушерки тоже прозрачные, да, эта система должна была быть прозрачной. Жень, ну западная практика, вы берете все время тоже сравниваете. О том и речь идет, что нужно эти строить, такие центры, домашние центры, да, домашние семейные центры, такие проекты существуют. Они есть как православные родильные центры, которые Нижний Новгород и Тверь, там предполагается изначально, и домашний такой вот семейный родильный центр, в котором, имеется в виду, что есть палаты, в котором этот процесс происходит, с акушеркой, естественным образом, да, естественно, не медикаментозная. Вы знаете, это наша страна проходила. Это вариант колхозного родильного дома. Подождите, замечательно. С мужем, с семьей, да, это происходит, но если случается действительно кровотечение, патология, такое может быть. На этот случай есть медицинский блок. Борис Николаевич, я бы очень хотела вернуться вот к такому вопросу. Вы главный акушер-гинеколог Санкт-Петербурга. Можно вас спросить, когда мы сейчас вот слышим каждый день, да, вложения, программы, когда замечательные, умные, талантливые команды 1-го, 6-го, 13-го, 11-го родильного дома получат красивые родильные дома. Вот будет ли в Санкт-Петербурге открытие новых родильных домов, где мы сможем работать так, как мы хотим, когда у нас будет замечательный контакт, школа будущих, мам, фитнес для беременных, косметические салоны, и тут же родильное отделение, домашние роды. Пожалуйста, но в условиях нового, красивого, европейского родильного дома. Я должен сказать и информировать вас о том, что генеральным путем развития является строительство перинатальных центров. И таких перинатальных центров вот сейчас планируется создать по крайней мере три в Санкт-Петербурге. И вот там мы должны... Спасибо, вы ставите перед нами очень важные проблемы. И я думаю, что мы не должны идти на поводу у вас, а мы должны для себя сделать выводы. Однако для того, чтобы реализовать то, что предлагаете вы, нужно иметь соответствующую базу. Мы говорим о квалифицированной, достаточной нормальной, профессиональной помощи и ответственных людях, которые хотят помочь. Идите к хорошим докторам и постарайтесь не попадать в руки к шарлатанам. Будьте здоровы и не молчите о наболевшем. До встречи на следующей неделе в субботу на пятом канале в 12 часов. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.